25 интересных фактов о мануле. Удивительные степные хищники манулы, строго говоря, не являются котами в привычном смысле этого слова. Эти интересные и любопытные животные относятся к семейству кошачьих, но они изрядно отличаются от всех своих биологических родственников. В природе они ведут довольно обособленный образ жизни, и лишь неискушенного путешественника может обмануть их мнимая вальяжность и расслабленность. Манулы – свирепые хищники, и они никогда не подпускают людей к себе слишком близко. В переводе с греческого их название означает «уродливое ухо». Такое неблагозвучное название манулы получили из-за своих ушей необычной формы, не похожих на кошачьи. Вторым официальным названием манулы является Паласов кот, в честь натуралиста Петера Паласа, который впервые изучил и описал этих хищников еще в XVIII веке. Эти животные обладают самым густым и плотным мехом среди всех кошачьих на земле. Даже у обитающих в горах снежных парсов мех не может похвастать такой же густотой. В большинстве случаев манулы предпочитают избегать опасности. Но если их загнать в угол, они дерутся, как бешеные росомахи, то есть до последнего. По размерам манул сравним с обычной домашней кошкой. Весит он в среднем от 2 до 5 килограммов. На 1 квадратный сантиметр тела у манула приходится до 9 тысяч шерстинок. В отличие от обычных кошек, на ярком свету зрачки у манулов не превращаются в вертикальные щелки, а остаются круглыми, как у тигров. Некоторые ученые полагают, что близкими биологическими родственниками манулов являются персидские кошки. Эта теория пока не нашла ни подтверждения, ни опровержения. Эти удивительные хищники способны без проблем переносить морозы до минус 50 градусов. В дикой природе манула встречаются в основном в России, Китае и Монголии, а также в странах Средней Азии. Из-за коротких и толстых лап, в сочетании с тяжелой плотной шубкой манул, не очень подвижен. Он предпочитает прыгать на жертву из засады, а вот бегать умеет не очень хорошо.